коллеги еще раз всем доброе утро добрый день время 11 часов предлагаю начать нам наш вебинар сегодняшний вебинар посвящен направлению агат агат российские технологии российский производитель сегодня мне на вебинаре будет помогать denis данилин ведущий менеджер по работе с клиентами из компании агат denis приветствую вас на связи да 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 ну тогда предлагаю начать сегодняшний вебинар как я уже сказал ранее рассматриваем магат российские технологии в рамках системы записи разговоров и система оповещения спрут из пруд информ начнем мы со разбора систем записи разговоров агат предлагает свою систему спрут запись разговоров по различным каналам связи вообще зачем записывать разговоры и какую задачу решают записанные разговоры в первую очередь это контроль качества обслуживания клиентов оценка соблюдения регламентов общения, сбор и хранение записей для доказательной базы в спорных ситуациях, расшифровка аудиозаписей для маркетинговых исследований и совещаний и повышение контроля за соблюдением коммерческой тайны. В любой компании, в которой есть телефония, в целом в текущих реалиях, наверное, уже требуется записывать разговоры. Но если мы говорим о старых АТС, которые не поддерживают записи разговоров или об АТС, где при текущих событиях нет возможности купить лицензию, к примеру, записи разговоров или продлить ее, то здесь мы можем закрыть эту задачу, установив и внедрив отдельную систему записи разговоров в спрут. Спрут – это профессиональное решение для автоматической записи телефонных разговоров по аналоговым цифровым телефонным линиям, а также по IP-телефонии на жесткий диск компьютера или другие цифровые носители. Решает спрут три основных задачи. Первая – это запись разговора непосредственно по всем телефонным линиям, аналоговым, цифровым, SIP-протокол, потоки Е1, распознавание аудио и перевод записей в текст, к примеру, это требуется для маркетинговых исследований, и ключевая аналитика аудиозаписи, которые спрут записал. Варианты поставки достаточно различны, на слайде вы можете их наблюдать. Здесь мы можем закрыть потребности с помощью плат ОЛЬХА и поставить и предложить автономный сервер записи SR4000 вместе с программным обеспечением. Также мы можем отдельно поставить программное обеспечение с USB-ключом для активации и автономные сетевые регистраторы, запись рабочего места от одной штуки, скажем так. Как вы можете видеть на слайде, каналы достаточно различные. На текущий день, наверное, хват абсолютно всех. Даже есть такие ПТЧ-каналы, которые более специализированы и встречаются крайне редко, но все же спрут также может их записывать и закрыть потребность. Принцип построения сети на базе устройств спрут вы можете видеть на слайде. Какие возможности спрут предоставляет? Хранение записей на сервере заказчика или в облаке. Доступ к записям централизованного хранилища по сети. Система мониторинга и управления сетью устройств. Синхронизация записей по расписанию. И возможность обработки записей с удаленных устройств. В рамках единой сети вы можете использовать различные варианты поставок, различные варианты исполнения спрута. Как я уже сказал ранее, в центральном офисе может использоваться спрут SR 4000. В железном исполнении, в рамках каких-то отдельных кабинетов, каких-то отдельных зон могут использоваться автономные сетевые регистраторы спрут NR и спрут SR. Там, где нет возможности установить отдельные спруты, мы можем использовать платы Ольха для установки их в PCI Express шину. Собственно, почему пользователи выбирают систему спрут и какие преимущества система спрут имеет в сравнении с другими решениями. В первую очередь, это неограниченная лицензия, простой и удобный интуитивный интерфейс, возможность отправки записей разговоров по e-mail, программное обеспечение под управлением Windows и Linux, администрирование с возможностью разграничения прав доступа, присутствует возможность дублирования и резервирования записей. Дублируются и резервируются записи не только записи, но еще идет резервирование по электропитанию и баз данных жесткого диска. То есть это тоже является большим преимуществом, особенно в госсекторе требуется резервировать не только модули управления или жесткие диски, но еще и резервировать электропитание. Присутствует возможность долгосрочного хранения архива записи, и самое главное, присутствует распознавание речи и речевая аналитика. На слайде вы можете видеть принцип построения, схему с использованием подсистемы распознавания речи. К примеру, возьмем сервер SR4000, устанавливаем его в локальной сети. Также на отдельном облаке или на сервере разворачиваем подсистему распознавания речи и преобразование ее в текст. И интегрируем между собой подсистему и сервер записи. Сервер записи записывает разговоры, передает на подсистему распознавания речи. Подсистема проводит определенные манипуляции и возвращает уже информацию в виде текста. И в веб-интерфейсе вы уже можете наблюдать запись в виде текста. Подсистема распознавания речи и преобразования ее в текст имеет среднюю точность расшифровки 85%. Количество слов и словочитания в словаре по умолчанию свыше 600 единиц. Присутствует автоматическое создание словарей и также поддержка множественных списков ключевых слов объемом до нескольких тысяч штук. Поддержка словочитания из двух-трех слов. То есть при таком наборе характеристик вы можете настроить подсистему на необходимый вам поиск необходимых слов либо словочитаний. Разберем в целом, какие технические преимущества имеет система записи Sprout. Сжатие аудиозаписи до 10 раз практически без ухудшения качества записи для экономии дискового пространства. Детенциализация обработки записи через веб-интерфейс возможно работать на нескольких компьютерах, подключенных к серверу записи. Sprout записывает одновременно неограниченное количество каналов, в том числе и на территориально распределенных офисах. Система надежно работает в шумных помещениях за счет использования определенных микрофонов. Автоматическая регулировка уровня записи. Sprout совместим с любыми типами АТС и каналами связи. Как я уже говорил ранее, вы можете записывать не только SIP-каналы, либо E1-потоки, но и также аналоговые каналы, цифровые каналы и ТЧ-каналы специализированные. Система управляется из единого центра при разном варианте использования оборудования Sprout. Встроенная система диагностики позволяет контролировать состояние серверов записи во всех филиалах. Кто, собственно, использует системы записи разговоров и в каких проектах возможно использование систем записи разговоров? Это, в первую очередь, отделы продаж, маркетинга и сервиса. Какие задачи решаются? Быстрое выявление и устранение слабых мест в подготовке сотрудников служб продаж и сервиса на основе записи телефонных разговоров. То есть мы записываем сотрудников отдела продаж, разбираем их общение с клиентами и устраняем слабые места. Грамотное разрешение спорных ситуаций с клиентами. Спорные ситуации бывают абсолютно у всех, у всех компаний. Так вот, запись разговоров позволит определить и разрешить грамотно спорную ситуацию. Анализ потребностей клиентов, озвучиваемых в телефонных разговорах с продавцом. Что наиболее часто спрашивают потенциальные клиенты, чем наиболее часто интересуются? Все это возможно с помощью записи разговоров и дальнейшего преобразования и аналитики. Отслеживание эффективности рекламных компаний. Как работает рекламная компания, которая внедрена в той или иной компании. С помощью записи разговоров возможно проанализировать. И контроль интенсивности работы сотрудников путем получения отчетов и системы записи телефонных разговоров. Если компания имеет активный отдел продаж, который заточен на большое количество звонков, входящих либо исходящих, то, конечно же, с помощью отчетов можно контролировать и нагрузку, и нагрузку компании, и нагрузку человека в целом. Также система записи разговоров используется в диспетчерских службах для контроля и документирования действий диспетчера, для выявления и устранения недостатков в работе диспетчеров, получения информации о работе удаленных диспетчеров из одной точки. Система разговоров используется в банках. Аналогично вышесказанному выявление слабых сторон в подготовке консультантов банков, получение доказательной базы для разрешения споров и выявление недобросовестных сотрудников, которые нарушают коммерческую тайну или пытаются нарушить коммерческую тайну. И также в охранных предприятиях. Контроль разговоров дежурной смены, анализ и документирование действий сотрудников и запись телефонных разговоров личного состава в процессе тренировок либо учений. Также на слайде вы можете видеть список нормативных документов, которые регламентируют установку систем аудиозаписи. В большей степени, конечно же, в госсекторе те или иные информационные системы подлежат регламентированию и обязательству по внедрению у себя. Так, для примера приказ 969 от 16 сентября 2016 года, приказ о транспортной безопасности, обязывает предприятия транспортной безопасности иметь независимую запись аудиоинформации на объекте. Этот приказ вы можете загуглить, либо получить у нас, написав соответствующий запрос и руководствоваться этим приказом при работе с конечным заказчиком. То есть, если у вас есть конечный заказчик из сферы транспортной безопасности, то он обязан уже иметь систему записи разговоров. Также есть приказ Министерства просвещения. Школы должны быть оборудованы основными техническими средствами аудиозаписи. В рамках Минобороннауки должны быть комплекты аппаратуры телефона доверия, которые записывают разговоры. И относительно недавний приказ, все медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы должны также иметь у себя систему записи разговоров для аудиоконтроля. Все эти приказы помогают вам, нашим партнерам, внедрять решения по записи разговоров у конечных заказчиков. Также Агат предлагает два решения на базе спрута НР и СР. Решение клиент-кассир и клиент-консультант. Клиент-кассир – это комплекс аппаратуры, предназначенный для организации двусторонней громкоговорящей связи клиента с кассиром через звуконепроницаемые переговорки. И клиент-консультант – система для записи диалогов работников с клиентами в открытом пространстве в условиях сильного окружающего шума. Решение позволяет полностью контролировать внештатные ситуации, иметь доказательную базу для разрешения споров, повысить уровень сервиса за счет записи разговоров и проводить контроль обучения кассиров. Применяться может это довольно в обширном сегменте. Это могут быть отделения банков, кассы вокзалов, кассы в аэропортах, стойки регистрации в аэропортах, автозаправки, кассы кинотеатров, магазины, пункты обмена валют. Там, где необходимо записывать разговоры соответственно. На слайде вы можете видеть решение на базе спрута, как оно примерно может выглядеть в медицинском центре. То есть у нас есть сервер записи спрут, который является и параллельно базой для хранения всех записанных разговоров. В рамках медицинских кабинетов психолога, терапевта, стоматолога и так далее мы устанавливаем спрут НР или БСР, запись разговора одного рабочего места, одного кабинета. И подключаем всю эту единую сеть в рамках единой сети и получаем записи разговоров на базе разных вариантов исполнения спрута. Подводя итоги, какие преимущества решения позволяет спрут и имеет спрут. В первую очередь это готовое решение. Минимальный шаг наращивания записываемых рабочих мест от одного места. Отсутствие абонентской платы. Минимальная стоимость для одного рабочего места. Простота настройки и администрирования. Русскоязычный интерфейс с документацией русскоязычной и русскоязычной технической поддержкой. Бесплатное обновление программного обеспечения. Совместимость оборудования с многими АТС и телефонами большинства производителей. Запись микрофонов и телефонных разговоров на стационарных рабочих местах. В шумной среде имеется автоматическая система распознавания речи с возможностью речевой аналитики. Формирование стандартных отчетов. Защита персональной информации и настройка сроков хранения. Такими преимуществами бывает спрут на фоне других решений, которые есть на российском рынке. Теперь мы перейдем к спрут информу, систему оповещения о чрезвычайном событии или о сборе сотрудников. Основные области применения. В первую очередь это информирование клиентов. Пример о наличии задолженностей, сроках и порядке погашения кредита. Если мы говорим о банковской сфере или о сфере жилищно-коммунального хозяйства. Оповещение и сбор личного состава по тревоге. Возможно с помощью системы оповещения. Информирование абонентов из клиентской базы данных о различных корпоративных событиях. Если мы говорим о маркетинге и рекламе. Электронное оповещение населения и сотрудников организации о чрезвычайной ситуации в связи с каким-то событием, пожаром, либо еще что-то. Борьба с незаконным расклеиванием объявлений и спамом. Оповещение с помощью оборудования системы громкоговорящей связи. И социологические опросы, телефонный маркетинг, реклама товаров и услуг. Все это основные области применения систем оповещения. Агат поставляет SprutInform в нескольких вариантов поставки. На базе плат Ольха и программного обеспечения в серверном исполнении и только российское программное обеспечение. На слайде вы можете видеть примерную схему подключения различных каналов, по которым происходит оповещение. SprutInform позволяет осуществлять голосовое оповещение по аналоговым каналам, по телефонным линиям, потокам Е1, каналам IP-телефонии и сотовым телефоном. Сценарии запуска тоже довольно разнообразны. Могут быть вручную операторам комплекса, по IP-сети с удаленного рабочего места, по определенному расписанию и по SMS. Также присутствует запуск по e-mail. И какие преимущества SprutInform имеет? Оперативную доставку сообщений, возможность комбинации нескольких вариантов оповещения, несколько методов запуска автоматического информирования, возможность настройки автоматизированного голосового удомления, регистрация ответа абонентов несколькими способами, поддержка записи телефонных разговоров, автоматическое формирование отчетов о работе, возможность переключения абонента на оператора или голосового меню, и также официальную сертификацию Министерства связи и МВД. Теперь давайте мы поговорим о реализованных проектах, успешных кейсов. Для этого передаю слово Денису. Денис, ты с нами? Да, добрый день, коллеги. Спасибо, Эдуард. Ну, начну тогда, наверное, с наиболее в текущее время востребованного продукта. Это система автоматического оповещения ЧАЭС, либо тревога, либо, как вы сказали, оповещения о задолженностях, либо маркетинговых каких-то мероприятиях. Повторюсь, поставка возможна в различных вариациях. Это готовые решения под ключ, стоечное исполнение 1-юнитового, либо 2-юнитового. Это на базе плат, если речь идет о физических линиях, таких как аналог, либо потоки цифровые Е1, либо решения на базе USB-ключа защитного с программным обеспечением для оповещения по IP-каналам. Ключевой момент, на который стоит обратить внимание, это, конечно, скорость и реализация задач клиента. То есть, чаще всего клиент приходит с определенной целью, у них есть некий норматив, условно, какое-то энное количество сотрудников, которые нужно оповестить за определенное время. Расчет в данном случае достаточно простой. За одну минуту по одному каналу в среднем оповещается один сотрудник. То есть, где-то 30 секунд уходит на дозвон, и 30 на проигрывание звукового аудиофайла. Аудиофайл система позволяет воспроизводить, либо записав каким-то стандартным медиаплеером через микрофон, либо есть доп. опция, это синтез текста в речь. Соответственно, клиент может вручную убить необходимую информацию, система его автоматически зачитает. Исходя из потребности клиента, ну и, соответственно, скорость оповещения, мы можем рассчитать необходимую систему для реализации его задачи. Ну, на примере, например, Минприроды стояла задача оповещения порядка тысяч сотрудников, не более чем за полчаса. С точки зрения выбранных каналов оповещения, они, соответственно, задействовали два потока цифровых Е1, которые соединялись с их центральной телефонной станцией, и далее уходили, собственно, по согласно маршрутизации, его внешний мир на дозвон. Реализация прошла на готовом решении нашем двухъюнитовом сервере АПК. Соответственно, в рамках реализации как раз была поставлена система, синтез текста в речь, осуществлена настройка, ну и вот уже пару лет техническое сопровождение проходит. Одно из тоже интересных внедрений – это Минкульт. Задача там строилась немного другим образом. Они отказывались от рупора, который использовался по аналоговым каналам, потому что переходили на IP-телефонии. Соответственно, также было поставлено готовое решение на базе сервера, оповещение по IP-каналам. Восемь у них, по-моему, линий. Восемь линий уходили в GSM-шлюз, который транслировал, ну вот, соответственно, у них там какая-то безлимитная бесплатная сотовая связь, и далее по GSM-каналам ведется оповещение личного состава. В прошлом или в позапрошлом, ну это свои кейсы, я рассказываю, была осуществлена поставка в Минцифры. Долго мы ездили туда, согласовывали все нюансы, там с Ростликом и прочее. Под них была как раз осуществлена доработка отправки email, сообщений, запуск с email, с почты. Там оповещение по 30 вайп-каналам, также синтез, GSM-шлюз для SMS-рассылки, настройка, техсопровождение. Ну, в общем, бережно мы к этому кейсу относимся. Ну, сами, наверное, понимаете, по каким причинам. В Оренбурге также стоим, но там решение более простое. На базе ХАСП-ключа опять IP-соединений, SMS-информирование, email-рассылка. Ну, также по сопровождению, по настройке все услуги оказываем. Плюс хотел бы еще отметить, что под каждый объект готовы любое оборудование предоставлять в тестирование, сопровождать, выделять инженера, ну, чтобы довести до логичного итога, до продажи. Ну, Минобороны науки приблизительно то же самое. На базе АПК, 20 IP-каналов под оповещение задействовано, синтез, настройка, рассылка, SMS. Второе направление такое масштабное, помимо оповещения ОГОЧС по тревоге, это тоже мной реализованные, это ГБУ-жилищники районов Москвы. Ну, цель достаточно простая, соответственно, информирование населения о задолженности за ЖКХ-услуги. Используется там следующим образом, там до пяти часов они работают, используют телефонные линии по прямому назначению. Далее в автоматическом режиме система переключает телефонную линию на себя и начинает прозвон по их спискам, которые многофункциональные центры предоставляют, злостных неплательщиков. Дозвон, соответственно, проигрывание, там, уважаемый абонент, просьба погасить задолженность. Есть синтез чисел, то есть система автоматически зачитывает и сумму задолженности. Таким образом, они избавились от себя от головной боли, там, заключения договоров с какими-то агентствами, которые делают прозвон, там, либо с расклейкой, там, на подъездах, кто кому чего должен. Ну, порядка ста точно используют, может быть, даже больше. Ну, и третий момент, который сейчас тоже, это когда центральный аппарат спускает на региональные подразделения, ну, такие, как, например, Федеральная служба судебных приставов, задачу, что, ребята, нужно и с импортозамещением, и с целью реализации задачи, там, центрального аппарата, реализовать данный функционал на базе отечественного производителя. Соответственно, при обращении с одного из регионов службы была выявлена информация, что это распоряжение всех регионов касается, ну, и далее провелась активная работа по региональным отделениям, было предложено решение наше, ну, и порядка 30 реализаций в году мы сделали. Переходя к системам записи спрут, ну, в целом, Эдуард все основные моменты рассказал, наверное, тогда я просто по реализованным кейсам пройдусь. Новый Комбанк. В чем интерес? Пишем мы, помимо СИПА и 423-го, также ЯВА и ЦИСКО, то есть протоколы ЦИСКО-СКИНИ, 200 одновременных ВАИП-сессий. Пишем, ну, и в банковской структуре есть требования Центробанка о том, что записи разговоров должны вестись. Прошлогодние мои проекты, мусоросжигательные заводы, их вообще 4 штуки, но вот реализованы 2.2 на этот год перенеслись Могутова-Свистягина. Это поставка на базе автономного сервера SR4000-го, конфигурация Ultimate. Чем она хороша? Там уже предустановлен резервный блок питания и 3 релейных сухих контакта, для чего устанавливаются? Для дистанционного мониторинга устройства, ну, и для подключения там определенных датчиков телеметрии. Пишутся 2 потока E1, 8 аналоговых линий, 10 IP, соответственно предустановлено сразу 2 жестких диска для долгосрочного хранения информации для дублирования. На каждый из объектов ставилось по 2 устройства, потому что было требование резервирования, они пишут параллельно. И обращаю ваше внимание, зачастую приходит клиент, у него большая внутренняя абонентская емкость, и с целью удешевить проект, он принимает решение писать внешние линии. Соответственно, если мы пишем какие-то физически аналоговые, либо цифровые потоки E1 до телефонной станции, то необходимо решение дооснастить программные опции обработки SMDR протокола. Что она дает? Она дает сопоставление внешнего и внутреннего телефонных номеров. То есть мы прослеживаем и видим, соответственно, в веб-оболочке всю информацию по осуществленному звонку, внешний номер, на кого он внутри организации пришелся, дата, время, продолжительность. По любому из этих параметров, соответственно, интерфейс позволяет отфильтровать базу записанных разговоров, ну и найти необходимый разговор, там отправить руководство, либо там при жалобе, ну в различные ситуации бывают, использовать, так скажем, по назначению. Следующий кейс, это уже к записи прямого общения собеседников Белгородской с бытовой компанией. Используется наш автономный регистратор Sprutus R500, решение совместно с технологическим партнером с Теллбер производителей микрофонов переговорных устройств. Соответственно, посетитель приходит передавать, ну либо показания, либо по каким-то вопросам, и разговор с консультантом фиксируется. Стоят два микрофона направленных, то есть два разных канала записи собеседника и записи консультанта. Запись ведется путем Acoustopusk, Acoustostop, то есть, ну, когда посетителей нет, запись не ведется. Как только разговор в эфире появился, система автоматически начинает запись и фиксирует его. Далее регистратор является сетевым, с микро-SD-карты идет на 32 гигабайта, то есть, ну, либо пишет на себя и по расписанию перекидывает, либо там в режиме онлайн сразу на некое центральное хранилище. Ну, это поставка в Белоруссию, Мазырский нефтеперерабатывающий завод, достаточно большой объем каналов записи, было поставлено четыре автономных сервера SR4000, тоже в конфигурацию Ultimate для записи диспетчеров, там 32 аналоговых каналов, 16 цифровых, одно гибридное решение, там и цифровые, и аналоговые, и плюс, помимо диспетчеров, еще некие отделы, они поставили на контроль на базе ПК, то есть, там цифровые системные и телефонные аппараты, честно говоря, не выдавалось в подробности, кого конкретно пишут, задача была решена, клиент доволен, поэтому, в принципе, ну, по транспорту, Эдуард уже рассказал, соответственно, решение SR500 и SR1000, они сертифицированы по 969-му постановлению по транспортной безопасности, соответственно, любая задача, там, будь то метрополитен, запись кассиров, будь то, не знаю, аэропорты и прочее, какие-то ЖД-кассы, где в обязательном порядке должна встись запись разговоров, наше решение туда подходит, ну, в данном случае, это микрофон в виде гуся, который кассиру ставит, сэропанель вызовная для записи непосредственно клиента и автономный регистратор, московский метрополитен, бакинский стоит, ну, это уже огромное количество внедрений в аэропортах, стандартный прием багажа, выход на посадку, ну, просто, как на слайдах, можете видеть, как это в реале, где расположено. Касательно, наверное, еще стоит рассказать, что и та, и другая системы поставлены на снабжение МВД, то есть, они имеют право закупать это без каких-либо там, конкурсных процедур и прочее. Присылайте ваши проекты на просчет, на подготовку спецификации. Всем большое спасибо за уделенное время. Денис, спасибо вам за тоже за уделенное время, за поддержку в вебинаре. Вам спасибо. Еще раз всех благодарю. Увидимся.